с вообще говорить майнкрафт говно это мне кажется такая что ли способ самовыражения то есть это как прокалывать себе не знаю в жопе дырки какие нибудь прокалывать не знаю как быть ем это способ выделиться говорить майнкрафт говно это то же самое но я конечно тоже отчасти считаю что он говно но у меня есть объяснение то есть куда то поделась вся эта креативность вся идея задумка майнкрафта он превратился в общем в очередной способ развлечь пыдло и кучу бабла заработать серваки стали похожи не знаю м на смесь сервакова в какой нибудь линейки вот то есть где люди тупо надрачивают пища эти алмазы и в общем там эти випы которые летают себе в креативке также гриферы которые терроризируют все и естественно имеют связи с админами дюкеры также но дюкеры также я сам таким был некоторое время нет типа убивают интерес к игре но смотря кто ты то есть если ты не можешь остановиться если ты дюкаешь пока не сдохнешь нафиг пока у тебя не будут забиты 50 сундуков алмазами то тогда естественно или дом из алмазных блоков строишь такое было на некоторых серверах также раздавать и я не понимаю типа но самая первая идея у человека ну это я говорю про то какая в действительности идея не какая у меня идея то есть если он научился дюпать то он дюпает кучу алмазных блоков идет раскидывать их на спални это прикольно на самом то деле ну то есть люди рады там и так далее но его естественно банят а какой смысл этим всем делиться в принципе то м второй вариант это надел под себе немного потом рассказать админу о том что ты нашел способ дюпа и чтобы он его пофиксил таким образом те раз м разрешат оставить то что ты награбил а может и не разрешат смотря какой админ но если повезет то разрешат оставить и потом типа пофиксит этот дюп ну и третий способ никому не говорить о тупо дюпать то что тебе нужно то что не нужно не дюпать ну или вообще не все что нужно дюпать только то что реально негде достать например пластинки какие нибудь но так вот казачках тут скажем так свобода тоже есть вообще во многих старых играх есть такая свобода некая то есть практически бесконечные ресурсы регулируется только скорость их добычи также тут то есть это некая экономическая часть и военная часть военная часть это вот эти вот чувачки разные строим мы апгрейды есть причем экономических апгрейдов довольно таки много красивые здания то есть даже видите вот как его текстурки под зданиями если здание уничтожить то текстурки остаются это как все прям команды рейта тоже дает то есть ты можешь менять мир хоть и немножко больше менять мир это можно в этих периметрах периметр первый периметр второй периметре втором там вообще то есть можно полностью выкапывать землю засыпать землю и из причем задолго до фром пешес задолго но при этом периметр никто не знает промышленцы но его спамили типа вот какая офигенная игра и так далее на самом деле задолго до этого питера мулинье давно уже кд лап сделала и провалилась и разорилась нафиг из-за такой идеи то есть там тоже с кареткой ты летаешь такой это и как его он называется как то ну в общем странно то женщина также как вожди там в периметре легатами называются ну точнее вожди спириты а легаты это наместники вроде как не знаю и визирь а какого нибудь визирь а герцога там боярина хотя нет по счету вряд ли но в общем исполнительного администратора в общем да как ни странно но администратор это далеко не руководитель администратор это тот кто избавляет от проблем а это скажем так работа очень и очень сложная и плохо оплачиваемая хотя он но смотря как в принципе она не такая уж и сложная то есть если у тебя есть мозги то да она получше конечно чем какой нибудь охранник или не знаю продавец чего нибудь или нет шахтер но все же не из лучших то есть ты не можешь плевать потолок а вот владелец это хорошая работа то есть у тебя бумажка и при этом м тебе тупо приносят деньги и стараются чтобы ты не серчал из-за того что у тебя бумажка согласитесь неплохая работа держать бумажку у себя где нибудь в сейфе чего сейчас они на пиву так как то слабенько слабенько нужно было сзади обходить всю эту муру давайте кричать сюда вот так вот обойдите и с этой стороны удар все зеленого сейчас тоже пофиксим немножко меня называют пофиксим это крутое слово но администраторы сейчас вообще требуется везде вот неплохой у баварии такой стиль но хотя не до конца он не нравится мне англии стиль нравится в принципе россии нравится англия россия кстати чем то даже похоже по стилю но россия мне кажется тоже слабая страна у них особых таких войск и нету вот стрелец есть но украина это конечно мощь то есть украина ну как сказать то есть она там мало войск абсолютно мало зданий мало всего у них даже восемнадцатого века нет но при этом она одна из самых сильных держав на суше она вообще самая сильная на море ну на море тоже одна из самых сильных дело в том что у них все юниты абсолютно они нужны и они крутые то есть у них нету ничего лишнего но при этом все что нужно для победы у них есть и это хорошо то есть мне это нравится да кому бы и не понравилось давайте захватим шахту поджигай 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 жидай д cualquier мы будем выполнять и грязную работу мы грязные мужики выполняем градную работу связанную с половыми органами женщины это кстати очень грязные места у женщин но поэтому лучше всегда им напоминать что вы подмывались да впрочем рот еще грязнее рот он у всех грязный но у женщин грязнее чем у мужчин догадать если за чего я не буду говорить и потому что тогда нет я буду предан анафеме уже навсегда женщинами а вот анафемы я нифига не боюсь нафема это круто но я уже думал что это все белое это противник нам идешь думаю как он посмел как он успел много казачков сечевых казачков они секутся у да гринадёры вы чё офигели берем вперёд на врага положить их положили их клади на них свой большой и розовый ну ладно не все выбрали но нам хватит нам хватит 500 гринадёров бесконечности нам не нужно вот это я понимаю баталия то же самое что все прям команды только в прошлом они в будущем и при этом не лагает из-за большого количества войск ну спецэффекты естественно фигуры а вообще это крутая игра не знаю кто то есть эту игру со стран холдом сравнивал не нельзя ее сравнивать со стран это позор будет стран холдом стран холд это немножко другое там больше всего на графику уперто ну и собственно там еще больше жить скажем так стран холд он чем то скорее мне напоминает только в виде стратегии то есть там как в sky риме рубка дров есть так стран холд и есть то же самое то есть там показывается как нарубают те же трава как пекут хлебушек и так далее но это быстро надоедает на самом то деле когда я посмотрел вот создал город свои мечты и все мне в эту игру играть уже не хочется то же самое в казачке если я построю там идеальный город типа казармы все как надо кстати а вращать здание можно здесь а нет это только переключает здание стоп а вращать нельзя в зевсе и посейдоне можно а ну это да это выбирать разные здания ду 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 ой пробил да это покажет нам крестьянина которого мы выбрали пока нужно все это разрушить экстреминает как говорили далеки кто не знает кто такие талики не смотрите мой канал я запрещаю розыгрыш все все